Когда-то поэзия была властительницей дум, и, конечно, участницы клуба помнят о её былой роли и значении, о её популярности. Сегодня всё не так. А как? Ведь потребность в поэтическом слове никуда не делась. В клубе «Активное долголетие» решили создать свою поэтическую традицию. Даже открыли театральную студию. Поэзия видится немножко по-другому. Мне кажется, это всё-таки в первую очередь о душе. И в момент прочтения хочется всё-таки эту душу увидеть. Пусть и через чужие слова. А востребованность-то есть поэтическая? Конечно, конечно, особенно у возрастных людей очень большой запрос на поэзию. Сегодня как раз состоится театрализованное представление по стихам приглашённой поэтессы. Для меня составили программу по моим стихам. Она называется «Снилась мне». Мне лично с поэзией легче жить. Все свои мысли, чувства я вкладываю в стихи. И вот в данный момент сейчас и делюсь этим. Что волнует сегодня читателя? Тем более читателя, за плечами которого большой жизненный опыт. А вот что сегодня очень актуально, важно? И что можно отразить поэтическим словам? Ну, наверное, всё-таки лирика и любовь. И о природе стихи. О том же и ковиде даже бывают стихи тоже в некоторых случаях. Поэзия не знает границ ни временных, ни эстетических, если она трогает за душу и находит своего слушателя. И только дождь стучит в окно. На улице тоскливо, мрачно. На сердце всё-таки легко. И сон мой был неоднозначный. Такие встречи теперь становятся традиционными, потому как ещё много есть тем, о чём нужно поговорить, и авторов, с кем хочется встретиться. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.